Тулус Латрек Во-первых, он отошел от классических канонов. Он совмещал различные техники. На готовую литографию типографскую он мог наносить поверх краски, либо совмещать масляную живопись с пастелью. То есть тоже был достаточно революционный шаг. Жизнь гения также непроста, как и его произведения. Анри родился в 1864 году в одной из аристократических семей города Альби. В возрасте 13-14 лет он ломает себе ноги и навсегда остается калекой. Забвение физическое трансформируется в духовные поиски посредством искусства. На выставке представлены три периода его творчества. Самый его плодотворный период, когда он сотрудничает с Кабаре Молин Руш и пишет для них афиши. И когда он запечатлевал женщин, по тем временам падших на дно. В начале 80-х годов 19 века Андри де Тулус Латрек переселяется в Париж, в район Монмартр. Место, которое изменит его жизнь, станет его вдохновением. Здесь жили и творили и рчащие представители творческой богемы. А излюбленными местами их встреч стали бары и кабаре, такие как Молин Руш или Шануар. Беспорядочные персонажи ночного мира перекочевали на полотна Латрека. Среди его героев первые клоунессы Шаю Као, танцовщица Ля Гулю, любовь Латрека Джейн Аврил. Самые лучшие афиши были как раз созданы и посвящены этой танцовщите, актрисе. Она отличалась от других девушек тем, что была такая одухотворенная, одевалась со вкусом, ну и была близка по духу Тулус Латрека, разделяла его творчество. Насладиться уникальными произведениями художника-постимпрессиониста казанцы смогут до 30 сентября этого года. Олея Шарафуддинова, Ленардо Литьяров, Руслан Юсупов. Специально для Юнивер Ньюс.